Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Паркуйтесь правильно, чтобы не создавать аварийные ситуации на дорогах и не оплачивать штрафы. В храме Святого Ануфрия Великого 25 июня – престольный праздник в честь Святого Ануфрия. Анапа принимает участников соревнований «Кожаный мяч». Парковка по правилам и без. Лето, пора жаркая не только из-за температуры воздуха. Жарко на дорогах. Пробки создают анапчане и гости курорта, оставляя автомобили на дороге. Паркуются на пять минут, а забирают авто через несколько часов. Если эвакуатор не успеет раньше, Вадим Родин проехал по городским парковкам и попытался выяснить, почему автомобилисты игнорируют платные автостоянки и в какие проблемы выливается такая экономия. Летом традиционно Анапа погружается в непролазные пробки на дорогах. Виной тому увеличение транспорта за счет прибывающих-отдыхающих и за счет того, что сельские жители, устраиваясь на сезонную работу, в город приезжают на личном транспорте. Еще одна беда – парковка вдоль дорог. В итоге из трех полос из-за стихийной парковки для проезда остается всего лишь одна. Возникает вопрос, где оставить своего железного коня, чтобы не мешал другим спокойно проезжать. Конечно, на парковке. Мы умышленно поехали в час пик на одну из парковок, чтобы посмотреть, есть ли места и сколько стоит охраняемое место на платной стоянке. Свободных мест на парковке много и цены демократичные – 20 рублей за час. Инвалидам и ветеранам войны 50% скидка, итого 10 рублей за час. Дешевле только даром. Может быть, не все гости курорта и анапчане знают о работе платных парковок или опасаются стоимости услуг, даже не попытавшись узнать, сколько стоит охрана транспорта. Опытные регулировщики помогают проехать по рядам до места стоянки. Есть специальные места для разгрузки товара. Но почему-то автолюбители, даже находясь в 50 метрах от парковки, норовят остановить машину под знаком, запрещающим стоянку или вовсе на пешеходном переходе. В этом случае скупой платит дважды. За перемещение транспорта на штрафстоянку предусмотрен тариф 2225 рублей. И каждый час на специализированной стоянке обойдется владельцу автомобиля в 25 рублей. Выгода соблюдения правил и уважительного отношения ко всем участникам дорожного движения очевидна. Об оказании помощи гражданам, покинувшим территории Донецкой и Луганской областей, говорили сегодня на краевом видеоселекторе под руководством губернатора Кубани. Подробности в сюжете. В режиме видеоселектора на связь вышли все муниципалитеты края. В работе совещания под председательством губернатора Кубани принял участие глава Анапы и члены Анапского штаба по оказанию гуманитарной помощи беженцам из Украины. Особое же внимание на селекторе было уделено тем муниципалитетам края, которые определены для временного размещения беженцев из Украины. На сегодняшний день пункты приема переселенцев открыты в 35 из 44 муниципалитетов. В одном из таких районов в Кущевском побывал сегодня губернатор Кубани Александр Ткачев. Проинспектировал палаточный лагерь для беженцев, а затем провел краевое и слекторное совещание. На нем обсудили процедуру оформления документов, которую необходимо пройти гражданам Украины для придания статуса беженца, постановки на миграционный учет и дальнейшего трудоустройства. Все вопросы требуют тщательной проработки. Наши соседи, именно Ростовская область, они, естественно, соприкосляются непосредственно с Донецком, рядом, естественно, Луганской области. Они не справляются с огромным потоком, который продолжает расти. И поэтому, конечно, часть из них переправляются на Кубань. И, конечно, мы их приема организовали на границе Кущевского района, палаточный лагерь, я посетил его, в общем-то, считаю, что он отвечает всем санитарным и бытовым уровням, для того, чтобы люди были там в короткое время. Это желание, может, одновременно. Конечно, наша задача, по большому счету, это наши братья, наши родственники, покрови и подставить плечо. В 35 муниципалитетах составлены реестры пустующих домов для временного размещения. На сегодняшний день количество учтенных легальных беженцев составляет 5252 человека. Главы районов, активно занимающиеся приемом беженцев, отчитались о проделанной работе. В Анапе создан и работает штаб по оказанию гуманитарной помощи гражданам, покинувшим территории Донецкой и Луганской областей Украины. Открыт пункт сбора гуманитарки. Все прибывающие в город-курорт направляются в миграционную службу для постановки на учет. Проходят анкетирование и медицинское обследование. Продолжаем выпуск. В храме святого Ануфрия Великого 25 июня по-новому, 12 июня по-старому стилю, престольный праздник в честь святого Ануфрия. В богослужении принял участие епископ новороссийский и геленджикский архимандрит Феагност. В первых рядах на богослужении и охране порядка, конечно, казаки. Ведь Ануфрия Великий считается покровителем Анапского района. История храма и праздника тесно связана с казачеством. 12 июня 1828 года было событие «Освободили Анапу от турецкого ига». Как раз совпал в этот праздник. Во время штурма Анапы участвовало Черноморское казачье войско. Казаки, помня этот исторический факт, считают своим праздником день Великого Ануфрия, ну и день последнего взятия Анапы. Поэтому мы считаем своим долгом и честью присутствовать на богослужении. Храм святого Ануфрия Великого возводился рядом с местом сражений за город крепостными воротами. По указу Николая I и как было принято на Руси во все времена, на народные средства. Поэтому строился долго с 1829 по 1837 год. Сегодня этот храм украшает курортную часть города и располагается вблизи таких здравниц, как старинный Анапа, Делуч, Кубань, Анапа-Океан. Так что для отдыхающих, которые приезжают за телесным и духовным здоровьем в Анапу, такое соседство весьма кстати. На праздничном богослужении после святого причастия верующие во главе с духовенством под звон колоколов совершили крестный ход вокруг храма. Епископ Феогност во время крестного хода окроплял прихожан святой водой. А мы переходим к спортивным новостям. В Анапе проходят соревнования «Кожаный мяч». Об участниках соревнований и первых результатах расскажем прямо сейчас. Пока одни команды соревнуются в силе, ловкости и скорости на поле, другие активно готовятся к предстоящим играм, помогают тренеры. Наблюдает за игрой подрастающих футболистов Станислав Лысенко, один из самых заметных и знаменитых футболистов в истории Кубани. Лучший бомбардир Краснодарского клуба «Кубань» в российский период истории клуба забил 84 мяча и еще 6 в кубке. Путины слова не одни. Ребята, играем до конца при любом результате. Должно быть желание, стремление побеждать. А все остальное придет. В юбилейных играх заявлены 13 команд Южного федерального округа Северокавказского. И так сложилось именно в этом году. Крым представил своих футболистов. Из 13 участников третьего этапа соревнований только две команды выйдут в финал, который пройдет в Екатеринбурге. Пока все участники готовы к борьбе и настроены на победу. Признанные лидеры у нас на юге Южного федерального, Северного кавказского традиционные сильные команды Краснодарского края, Ростовской области, Осетии, Алании. Курортная Анапа располагает идеальными условиями для проведения всероссийских соревнований. Кожаный мяч имеет свою славную историю. В 1964 году еще Советский Союз был, были первые соревнования. Поэтому в этом году получается и юбилейные соревнования. То, что на территории Краснодарского края и конкретно в Анапе, по крайней мере уже лет 10, ну там с перерывом 1-2 сезона, а не традиционно, выбираются специальные места, чтобы дети могли бы играть в футбол и отдохнуть. Естественно, в этом Анапе идеальный вариант море, много солнца и отдохнуть ребятам, поиграть в футбол. Игрокам каждой команды рады. Анапчане приветствовали спортсменов на старте. Хочу вас поздравить от лица главы города города Анапа Сергея Павловича Сергеева с началом юбилейных и российских соревнований «Кожаный мяч». Хочу пожелать вам в эти летние дни, чтобы вы активно отдохнули на этом спортивном пульмаре. И от пребывания в нашем городе у вас остались самые на лучшие впечатления. Удачи вам в спорте и, конечно же, победить сильнейшие. Итоги третьего этапа всероссийских соревнований подведут позже, когда выступят все игроки. А пока свое отношение к футболу и спорту опытные спортсмены выражают, пытаясь скрыть эмоции. Ведущий весь спорта в мире, который включает здесь все физическая подготовка, ловкость, координация, быстрота, сила. Для них игра, если не вся, то значительная часть и образ жизни. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон-магазин изделий из камней самоцветов тайны Медной горы. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайны Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В четверг, 26 июня, в Анапе будет тепло и солнечно. Температура воздуха в дневные часы 23-25, ночью до плюс 21 градуса со знаком «плюс». Ветер южный 9-11 метров в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – плюс 21 градус по Цельсию. Далее блок полезной информации от партнера программы – производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова